Обстрелами гражданской инфраструктуры Московия создает не так проблемы Украине, как себе. Да, наши проблемы очевидны, и мы это решаем, а вот проблемы федерации только начинаются и будут иметь намного более затяжные последствия, которые они себе даже представить не могут. Если бы они начали обстрел энергетической инфраструктуры Украины в феврале, наверняка это имело бы другой эффект и более тяжелые последствия, но не сейчас. Люди знают, что и как делать, и главное, понимают, что такое может произойти в любой момент. Эффект внезапности, который дает максимальное психологическое давление, потерян. Ничего нового, даже несмотря на то, что война с федерацией идет уже почти 9 лет, значительная часть украинцев считала, что это Путин и его окружение хотят войны и убивать украинцев. А простые россияне не могут желать такого в принципе, потому что многие имеют там родственников и даже когда-то жили. Теперь всем понятно, что там нет и не было никогда никакого народа, там население, кровожадное, человеконенавистническое, поголовье. Достаточно посмотреть эфир любого ток-шоу, где потоками льются призывы, забросать ядерными бомбами не только Украину, но Польшу, Германию, Великобританию, США и т.д. Требует это от Путина. Неудивительно, что до последнего времени примерно таких же взглядов придерживались крупные политические и духовные деятели от Папы Римского до Макрона, которые рассуждали о великом народе, какой-то культуре и остальном бреде. На самом деле все проще и для этого можно поставить всего один вопрос. А вопрос или даже задачку надо рассматривать с да но. Так вот, этот бред о духовности, культуре, истории и т.д. несут представители страны с населением 140 миллионов голов. Насколько их там 140 или другая цифра, неважно. А просто обратим внимание на то, что на основании собственного, почти полностью не соответствующего действительности, представления об истории и культуре, они готовы вести чудовищные войны так, чтобы заставить других поверить в эту историю и обнаружить культуру. А теперь возьмем сопоставимые по размеру населения страны Японию, Индонезию и Бразилию и зададим вопрос представителю великого народа. Кого из деятелей культуры этих стран он может назвать? Художников, писателей, поэтов, музыкантов, композиторов или хотя бы актеров и режиссеров? Гарантированно, никого они не знают, и если в режиме подсказки назвать самого знаменитого бразильского писателя, японского режиссера или индонезийского писателя и спросить о том, кто это, в ответ услышим «Хэ-Зэ». Это все, что надо знать о великом народе и его представлении о своей культуре, истории и других вещах, которые они считают у себя самыми-самыми. Если больше ничего не знаешь, кроме набора телесказок, то как можешь считать, что это самое лучшее и как можно навязывать это кому-то еще? Поэтому прямо сейчас в Украине набирает обороты акция «Сдай книги россиянских авторов в макулатуру, отправь деньги волонтерам». Для многих такой акт становится символическим разрывом с той мерзостью, которой всегда был русский мир, но которую многие не желали замечать. Но и западные лидеры, которые рассуждали сначала о том, что «надо учесть интересы Путина и о великом народе», теперь полностью избавились от таких разговоров или перешли на прямо противоположное. Психология устроена очень своеобразно и почему-то сам факт широкомасштабной войны в Европе их затронул не так сильно, как отдельный аспект – обстрел гражданских объектов. Мы это знаем из первых рук и прямо сейчас во французской глубинке простые и не очень простые люди выдают такие речи по поводу федерации, что год назад такого даже ожидать было невозможно. Более того, комментируя новости своего телевидения, которые описывают вчерашний ракетный налет и общаясь лично с нашими людьми, которые сейчас находятся там, французы уже не скрывают восхищения Украиной и украинцами. Они не скупятся на комплименты по поводу стойкости и упорства в том, как мы восстанавливаем то, что разрушают варвары. Еще раз подчеркну, год назад большая часть этих людей не смогла бы найти Украину на карте. Теперь они знают, где это, а кроме того, вдобавок, кроме названия столицы, знают и города – Буча, Ирпень, Гастомель, Харьков, Изюм, Мариуполь, Херсон. И тут надо понимать, что французы сосредоточены на себе и своем, возможно, даже больше, чем американцы. И все, что происходит вне Франции, их волнует в последнюю очередь. И вот они уже беспокоятся о наших, которые на днях возвращаются в Украину. Но есть и некоторые моменты, которые нельзя обойти стороной, и они стали возможны как раз после атаки на гражданские объекты. Премьер Венгрии Орбан давно играет роль карманной собачки Путина, и когда речь заходила о критике войны в Украине, складывалось впечатление, что у него во рту находится какая-то соска, выкрашенная в цвета аквафреша и не дает ему произнести ни звука. В конце концов, Орбан вообще встал на путь саботажа решений ЕС, направленных против федерации. Но ему как-то разъяснили, что Путин сейчас набирает как для себя, так и для своих подельников все больший состав военных преступлений, и все, кто окажется слишком близко к нему, могут разделить участь не до фюрера. Хоть от соски полностью избавиться сложновато, но, видимо, Орбан понял, что откровенный троллинг ЕС, которым он занимался, может закончиться плохо, и когда началась кампания по блокированию активов федерации, Венгрия их сначала не могла найти, но очередной подзатыльник вынудил Будапешт показать хоть что-то, и поэтому там обнаружили и заблокировали активы Московии на сумму 3000 евро. Этим самым он показал, что Будапешт успешно присоединился к мероприятиям. Не исключено, что когда Венгрия подала результаты своей работы, сам Орбан катался по полу, не переставая ржать. Но после того, как ему намекнули, что особое учреждение города Гаага может разместить не только Путина и подельников из Москвы, но и из других стран, венгры внезапно проснулись и арестовали уже на 870 миллионов евро. Здесь можно не говорить о прозрении или том, что у Орбана выпала соска, но факт есть. Почти миллиард долларов – это не ужин в ресторане, на сумму, которую Венгрия заблокировала раньше для чисто поржать. Но, наверное, самым показательным примером того, к чему привели путинские обстрелы ТЭЦ, может служить такое. Речь идет о стране, которая имеет в своем активе титул зачинщика Первой мировой – Сербии. Еще с 2014-го на стороне оккупационных войск воевали целые отряды из Сербии. И правительство этой страны никак не реагировало. И прямо сейчас Сербия получает газпромовский газ, который покрывает потребности почти полностью. Кроме того, подразделение «Газпрома» является совладельцем газохранилища «Банадский двор», а «Газпромнефть» управляет единственным сербским нефтеперерабатывающим заводом «НИС». В энергетике Сербию сейчас можно назвать «Газпроме». Невозможно даже представить, насколько глубоко там пустили корни спецслужбы РФ. Поэтому любые движения в другом направлении от Сербии выглядят наиболее символично. И вот сейчас пресса Московии пишет о том, как Сербия потянулась к шнуркам, чтобы в любой момент переобуться, контролируя скорость в зависимости от обстоятельств. Сербия изучает возможности расширения газовых связей с соседними странами, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок и создать региональный транзитный хаб. Она уже строит интерконнектор с Болгарией, который позволит импортировать газ из Центральной Азии и терминалов СПГ на Средиземном море. По словам министра энергетики и горнодобывающей промышленности, Белград также рассматривает возможности подключения к газовым системам Северной Македонии и, возможно, Албании. Напомним, пару месяцев назад Болгария сама создала интерконнектор или перемычку к газотранспортной системе Греции, которая сейчас получает газ по трубопроводу из Турции. А кроме того, Греция имеет самую мощную инфраструктуру для приема СПГ в восточном секторе Европейского Средиземноморья. Очевидным становится движение Сербии к альтернативным источникам газа и в Белграде стали скептически оценивать дальнейшие перспективы Московии. К такому выводу можно прийти, потому что Сербия не присоединилась к санкциям против Раши. Это обосновали тем, что в свое время Сербия сама находилась под санкциями и не желает в них участвовать против любой страны. На самом деле и Сербия, и Венгрия имеют похожий с россиянинами менталитет. Они также спят и видят восстановление квази-империй, а поэтому имеют все возможные территориальные претензии к своим соседям. Они бы и сами повоевали, правда нет такой возможности. И вот все это получило совершенно другой вид из-за того, что Путин открыто перешел к совершению военных преступлений и, мало того, уже публично признается в том, что это и есть его государственная политика. То есть он ушел от разговоров «это не мы» и теперь заявляет о сути войны прямо, не скрываясь. Теперь даже его симпатикам пора набирать дистанцию, чтобы потом не сидеть рядом на скамеечке Гаагского трибунала. Мы восстановимся, да еще и выкатим обратку. А вот оккупанты показали свои намерения, чем убили всю игру в приличие, которую когда-то показывал СССР. Путин не способен даже на это. Каждый делает свой выбор и будет иметь соответствующие последствия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...